В оздоровительном лагере Чувашии мучили детей. Вожатые Чувашского лагеря опубликовали видео издевательств над детьми. Чувашских вожатых садистов выгнали из лагеря. Уже второй день сюжеты и статьи с подобными заголовками – главная новость федеральных каналов и интернет-изданий. Такой общественный резонанс вызвал вопиющий случай в детском лагере «Золотой колос». Следственное управление по факту издевательств над детьми завело уголовное дело. Следователи допросят около 200 детей. Подробности происшедшего в репортаже Татьяны Трофимовой. Закатывание в матрас, холодный душ – такие ночные кошмарные приключения придумывали вожатые лагеря «Золотой колос» для своих воспитанников. Испуг и шок детей казался им забавным. Все это горе-вожатые снимали на видео, а ролик с издевательствами выложили в интернет. Вожатские флешмобы – это название видеоролика. На записи видно, как воспитатели заставляют ребенка спать в ванной, включая при этом душ, стаскивают спящих детей на пол и волокут по коридору матрас с маленькой девочкой. Об инциденте стало известно после появления на местных интернет-форумах и в блогах скандального видеоролика. На сегодняшний день ведутся следственные работы и предварительно можем сообщить следующее, что работник ТИДЖЕЙ, нанятый на работу без подписанных соглашений, спровоцировал на снятие видеосюжета вожатых, это студенты наших учебных заведений. И соответствующий видеосюжет они сняли, и этот факт был обнаружен администрацией. На следующий день их всех уволили с работы. Ну, в отмеску тот, кто спровоцировал, как раз ТИДЖЕЙ, в отмеску взял, выложил все это в интернет. По словам представителя руководства лагеря Александра Петрова, педагогический отряд, который работал в первую смену в Золотом Колусе, был проверенный. Но, как всегда, стадо оказалось не без паршивых овец. Вожатых, причастных к инциденту, тут же уволили. Из-за них прекратили и сотрудничество со всем педагогическим отрядом прошлой смены. Но жалоб от самих детей, которых стаскивали ночью с кровати, не было. И их родители заявлений в прокуратуру не писали. Более того, инцидент произошел на прошлой неделе. Дети отдохнули в лагере до конца смены и спокойно уехали. Сейчас идет расследование произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям руководства лагеря, которое допустило такие факты на территории возглавляемого учреждения. В настоящее время проверяется причастность трех молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет на причастность к совершению указанных действий. Один из них нигде не учится, не обучается. Еще двое обучаются на первом курсе местных высших образовательных учреждений. Максимальное наказание, которое грозит теперь уже бывшим вожатым, это штраф либо исправительные работы до двух лет. И если их вина будет доказана, им могут запретить заниматься педагогической деятельностью в течение пяти лет. Я считаю, что это большое безобразие, это нарушение прав на нормальный отдых наших детей, кто пребывает в оздоровительном лагере. Сейчас этим вопросом, этим делом занимаются правоохранительные органы, и прокуратура, и Министерство внутренних дел. Сейчас в Золотом Колосе началась новая жизнь, вторая смена. Новые вожатые, другие дети и ожидания хорошего отдыха. Здесь очень устанчивые вожатые, здесь весело всегда и хорошо. Хотя многие родители в курсе скандала с вожатыми, отказов от путевок на вторую смену пока не было, говорит Александр Петров. Некоторые родители о нашумевшем видеоролике слышали, но то, что это происходило в Золотом Колосе, их искренне удивило. Вы детей привезли сегодня в лагере? Конечно. А вот вы слышали про инцидент, который произошел в первую смену с вожатыми в этом лагере? Это в этом лагере было. Мы будем каждый день приезжать, проверять. Мы будем бдить. А других родителей, напротив, данный случай не испугал. Они считают, что после такого дисциплина будет еще строже. Думаю, что в этой смене, наоборот, будет порядок. Мы за ребенка спокойны. С вожатыми познакомились, они нам понравились. По словам представителя руководства лагеря Александра Петрова, методы воспитания детей прежних вожатых в лагере исключены. Самое главное, чтобы новая смена оказалась без ночных кошмаров. Этим озабочено и руководство Чувашской республики. Сегодня на межведомственной комиссии обсудили, как не наступить на те же грабли в будущем. Зам. Министра образования Светлана Петрова считает, что ответственность за произошедшее во многом лежит и на директоре лагеря, которое подбирало педагогический персонал. Впредь на работу вожатых в лагеря будут отбирать психологи и социальные педагоги. Воспитатели должны будут пройти тестирование. Это тоже в планах Министерства образования. Впредь не допускать, не открывать лагерь, пока не пройдут тестирования каждый вожатый и педагог, нанятый для работы в оздоровительном лагере. Сегодня началась вторая смена в этом лагере. Значит, завтра, послезавтра мы проведем педагогическое и психологическое тестирование всех вожатых, прежде всего в этом лагере в Золотом Колосе. На следующей неделе тесты на пригодность работать вожатым дойдут и до других лагерей республики. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика.